Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дикие утки» в студии Дарья, и у нас сегодня в студии, угадайте кто, не угадайте, у нас Алик. Добрый вечер. Привет. Делаем вид, что записываемся в другой день, но на самом деле студия наполнена теми же самыми людьми, которые были в прошлом подкасте. Алик, чем занимаешься? Кто по жизни? Совсем недавно стал безработным. Лучшее решение в моей жизни, на самом деле. Привет, привет. Ну и как? Как здесь в безработке? Отлично. Я просто устал от людей немножко, и хорошо их видеть. Ты говори, слушай, ответь. Блин, хоть один понимающий человек здесь. Слушай, а кем работал? Я работал продавцом-консультантом. Наверное, самая постоянная и самая популярная должность в этом районе. Да ты же моя роднулечка. А в каком магазине? Магазин «Сони Центр» назывался. Ну, в смысле, с техникой связанной, да? Ну, естественно, да. Ну, жаль, что не в обувном, конечно. Так бы стопроцентное попадание. Что за истории сегодня будут? А истории, ну, я, наверное, не стану. Хотя можно отдельный подкаст посвятить людям, которые ходили вот ко мне в магазин, потому что это просто редкостные дебилы, по-моему. Прям как Генка Букин, да? Типа того, да. Ну, то есть это всё явно откуда-то берётся. То есть персонаж вот этот, это неспроста снято. То есть люди, которые его писали, они знали, о чём говорят. Ну, я сегодня их как бы оставлю в стороне. У меня и без них как бы проблем хватает. Вот, поэтому, я не знаю, меня очень просили рассказать одну историю, которая, ну, мне она как бы всё равно, ну, типа, вот расскажи. Называется «Про зомби». Да, чтобы понять масштаб катастрофы, так сказать. И тут такая, представьте, заставочка про зомби. Да. Зарисовка первая. Так вот, чтобы понять, в чём прикол, ну, у меня, типа, фобия такая с раннего детства, ещё лет с пяти, наверное, очень много смотрел хорроров, так как у меня все братья и сёстры, они старше меня. Им как бы всё равно, они смотрят, а я вместе с ними. Ну, для меня это как бы травма на всю жизнь, а для них всё равно. И вот мы очень много смотрели в детстве этих хорроров, и я их безумно боюсь в зомбаре, просто вот до ужаса у меня. Какой первый ты посмотрел? Первый итальянский «Зомби 2» назывался. Жутчайший грим просто, он у меня до сих пор в голове, каждый раз, когда я глаза закрываю. Слушай, а если ты сейчас посмотришь этот фильм? Нет, сейчас я его с удовольствием смотрю. То есть, они меня пугают, но в то же время сейчас, так как я уже адекватного возраста достиг, они у меня вызывают определённый интерес. Но всё равно у меня вот это вот в голове есть. То есть, если я в реальной жизни его увижу, то я сознание могу просто потерять. Я думаю, все как бы потеряют. Ну, да, ну, в принципе, про это-то история. Ага, а. Да что вы спойлерите-то все. Не, ну ладно, там до такого не дошло. Ну, ладно, да, там не про это. Не, вообще не про это, про номерус. Там про блевоту опять. Типа того. Так вот, мне было тогда лет 12, наверное, я не знаю, это было ближе к ночи. Я то ли в магазины выходил, то ли что. Это был осенний вечер, вот типа сейчас, как сейчас происходит. Тогда все дети в 12 лет ходили ночью в магазины. Я вот сейчас я ума не приложу, что это какого хрена. И я каким-то хреном оказался на улице, был, ну, просто кромешная ночь. Ну, у меня во дворе вообще, кроме одного фонаря, ничего вообще нету. То есть, там можно человека во дворе убить, никто об этом знать не будет. То есть, темнота полная. Но мы этим пользоваться не будем. Один-единственный фонарь, и вот я иду домой, как бы планирую идти домой. Под этим единственным фонарем я вижу следующее. Стоит, ну, фигура как бы человека. Голова у него лежит на плече. И вторую ногу он волочит, он не ходит. То есть, он просто тащит ее за собой. Как бы, вот представьте, нормальный человек это увидит, он уже как бы заподозрит что-то неладное. Мне было 12 лет, когда я это увидел. И дальше просто цитата Форста Гампа. Я бежал, и бежал. Я за три секунды преодолел расстояние, наверное, в километра два. То есть, я убежал просто на соседнюю улицу. Ну, то есть, от того, что я увидел. Просто вот тип идет в мою сторону. Ну, можешь представить, да, себя? Ну, я представляю. Ну, как бы сейчас я понимаю, что это, скорее всего, мог бы быть, не знаю, алкаш. Но в детстве я бы испугалась. Я его увидел спустя где-то месяца два. Он периодически появлялся на улице. Слава богу, это было днем, но я тоже охренел. Но он ходил все так же. Он ходил все так же, да. Это реально был тип, у которого, не знаю, видимо, с позвоночником что-то. У него голова на одной стороне, и ногу он за собой волочит. Он выглядит жутко даже днем, но как бы в ночь это был просто ужас, кошмар вообще. Образ у меня стоит, говорит. Слушай, ну это жестоко. Да? Это прям, не знаю, кого больше бы я боялась на улице, собаку или вот этого типа? Ты бежал бы быстрее, чем собака, если бы ты его увидел. Это просто жуткий тип. Вечер, конечно, удался в тот день. Так ты дошел до дома? Ну, спустя минут сорок. То, что я пробежал за три секунды, возвращался, я думаю, на минут двадцать. То есть, ты ждал, пока он... Ну, я бы вообще ждал, пока я в себя приду. Отволочит свою ногу куда-нибудь. Да, куда-нибудь уйди просто, я не хочу тебя видеть. Блин, прикинь, как чуваку обидно. Ну, ладно, я бы жал. Бедняга. Кто мне в нервную систему вернет. То есть, он... Знаешь, люди там, бывают, воруют твое сердечко, а этот украл твое нервную систему. Да, и добавил себе волос мне на голову. Классно. Так миленько. Так вот, следующая история. Не будем про грустное, будем про веселое и криминал. Веселый и криминал. Па-бам-па-бам-пу. Вот, это было пару лет назад. Мы вот тусили вот все с этими же ребятами. Все те же. Участвуют в истории. Это было часа три ночи. Мы что-то допоздна смотрели кино. И я живу в центре, они все живут на Гидре. У меня тогда машины не было. Ну, возьму такси, думаю. И это еще было до того, как там Uber, Яндекс.Такси, всякое такое. То есть, такси вызывали по телефону. Тогда просто были повозки. Приехала лошадь, карета. Извозчик. Нет, у тебя что, деньги на карету были? Ну, 130 рублей я могу себе позволить. Капец. Богачку привели сюда. Смотрите. В три часа ночи на маршрутках. Как реально ездит он на карете. Ну, так вот. Когда ты... То есть, фишка в том, что когда ты там по приложению вызываешь кого-то, ты сразу заранее знаешь, кто к тебе приедет. А когда по телефону, как в древнейшие времена... Сюрприз, да. Ну, и типа мне говорят, ну, выходите. На месте ваша карета подана. В общем, выхожу, стоит Ланос. Абсолютно ничем не примечательный. То есть, на нем ни шашки нет, ничего. То есть, это просто, ну, как сейчас Uber. То есть, ну, просто машина. Я сажусь, и водитель бабушка. Да, ну, то есть, это реально вот такая прям вот бабушка-бабушка. Вот каждый, когда говорит про бабушку, он видит себе вот этот платочек на голове. То есть, при том, она настолько бабушка, у нее платочек был даже на коробке передач. И еще какие-то домашние полотенчики, короче, в машине были. То есть, прям антураж просто как домой. Вязание на соседнем сиденье не лежало. Если эта бабушка занимается чем-то покруче, чем вязанием. Так вот, я такой немножко офигел. То есть, я женщина-таксиста. Потому что проститутка сидела. Так ладно, все. Дождемся окончания истории. Заинтриговал прям. Ой, это the best. Короче, я так немножко офигел, потому что, я же говорю, даже женщины-таксисты, ну, это не часто, видишь. А чтобы бабушка, это вот был первый и последний раз. Ну, ладно, неважно, господи. Я сажусь, мы что-то там едем по дворам, она достает такую колбочку небольшую стеклянную. И в ней таблеточка такая треугольная, на ней буковка В. Она говорит, смотри, что у меня есть. Я понял, что это не витамины. Почему-то я сразу сообразил. Я говорю, а что это такое? Она говорит, Viagra. Окей. Она такая, типа, ну вот, у меня клиент предыдущий был, ну, типа, на заднем сиденье как-то оставил пачку, а я теперь их продаю. Те надо? Ну, я такой, ну, у меня, как бы, 23, как бы, Viagra у меня в крови пока что не надо. Ну, как бы, я такой, думаю, ну, ладно, интересный бизнес. Мы выезжаем, проезжаем из-за товаров буквально метров 50. Мы еще вот с места не двинулись. Она тормозит и начинает ехать назад. И я такой, думаю, что такое? Смотрю в зеркало заднего вида, и я вот, я не понимаю, как она это увидела. Там стоит тип, ну, как стоит, пытается стоять. То есть у него в крови... Это тот тип? Слово богу, нет, иначе бы сколкани, просто не тормози. Я бы убежал сам бы. Просто стоит тип, он настолько бухой, что он, ну, он пытается стоять, но он, как бы, балансирует, да? Как она его заметила, как бы, если ты едешь вперед, как ты можешь увидеть типа, который сзади тебя? Я до сих пор не понимаю, но у нее, после всего этого, я понимаю, что у нее глаз наметан на таких. Чуйка-продавца. Именно. Она начинает ехать назад, я думаю, ну, окей, посмотрим, что она будет делать. Она открывает стекло, говорит, что тебе? Тот тип, я сейчас цитату дословно не вспомню, но он сказал, попытался сказать что-то типа, мне нужно туда, где девочки и весело. Ну, все четенько, что? Все понятно. Я думаю, ну, понятно, окей, едем дальше, я полагаю. Бабушка что ответила? Она говорит, а, я знаю такие места, садись. То есть, и у нас уже пассажир еще один на заднем сидении. И я так думаю, я не такого ответа от вас ожидал услышать. Как бы, я взял такси, а поеду домой, видимо, на маршрутке. Ну, окей. Как бы, я немножко опешил, но я человек как бы нескандальный, я не буду говорить, типа, что вы себе позволяете, почему. Ну, как бы, у меня все равно, тем более, 3 часа ночи, я не тороплюсь. Я через 20 минут домой попаду, что через 40, у меня все равно, ну, вот, фиг с ним. А он вообще не в состоянии, то есть, он как сел, он не сел в машину, он просто упал туда. То есть, вообще, я не знаю, как он мог говорить в этом, ну, окей. Она такая, типа, ну, что, банька тебе устроит, типа, пойдет, ну, давай, короче, туда. Это она ему говорит. Я такой, окей. Она берет, у кодотоксистов обычно как, типа, один телефон на торпеде, там, датчик, там, навигатор, что-то еще. Она достает второй телефон. Звонит какой-то своей знакомой, говорит, Люба, я везу к тебе клиента. Такая, 4 часа пойдет. На 4 часа кладет трубку, достает третий телефон. Говорит, Паша, нужны свежие девочки. Свежие? Свежие, я вот тоже не понял. Зачем ему свежие? Ну, ему вообще все равно было. Это почему-то первый вопрос, который у меня возник. Он бы не отличил бы. И вообще, что в понятии свежие это в данном случае? Ну, наверное, сегодня не юзаны, не знаю как. Свежесорванные. Так вот. Проходит где-то минут 10. Мы в это время едем в область Северного моста. Вот я не понимаю реально, как это произошло. 10 минут реально. Мы едем по Северному мосту, нас преследует машина. Никого больше нет, 3 часа ночи. Вообще, просто никого. Причем бабушка ездит немедленно. Там километров 80 минимум. Нас догоняет тачка и едет рядом с нами. Я так немного напрягся. Она такая, все нормально, это типа свои. У них в обоих есть телефоны. Что они делают? Они оба открывают переднее стекло и начинают орать друг на друга. Типа, привез? Ну да, тормози. И мы тормозим. Что? Я рассказываю все, как было. Это реальная история. Тормозим на мосту. На мосту тормозить нельзя. Это первое. И вот в этот момент я начал напрягаться, потому что... Только в этот момент. Ну смотри, если бы мы просто остановились бы вот втроем. Трио из Бельгилля. Я, незаконная бабушка-таксист. Незаконная бабушка. Ну всякая, незаконная. Но кто возьмет бабушку в такси? Ну давайте смотреть правде в глаза. Сзади нас сидит в говно пьяный мужик. Если мимо проезжает наряд милиции и видит нас, ну окей, мы еще отмажемся. Машина сломалась, мало ли. А тут у нас какая ситуация. Незаконная бабушка-таксист. Пьяный в говно тип. Рядом машина, набитая шлюхами и сутенер. Подожди, а как ты себя позиционируешь в этой истории? Я поэтому и начал напрягаться. То есть я в глазах полицейских как минимум наркоман в данном случае. Как я еще объясню, что я тут делаю? Она же тебе еще Виагру подсыпет. Ну у нас таблетки еще незаконные. Вообще классно. То есть вот тут я начал напрягаться. Потому что я понимаю, что я не отмажусь. Меня просто под одну гребенку возьмут и что-нибудь мне придумают. Пофиг. Всем абсолютно похер. Мы стоим прямо на мосту. Останавливается машина с проститутками, которая сзади нас. Выходит сутенер Паша. Как звучит офигенно. Машина с проститутками. Да, реально, она отбитая была. Я убедился. Да, там четыре человека. Такая нога торчит из окна. Что-то волосы какие-то там. Ну знаешь, как стыковка в небе, когда... Ну слава богу, они не настолько экстремальные. Короче, мы останавливаемся посередине моста. Выходит Паша-сутенер подходит к нашему таксисту знаменитому. Паша-сутеню. Ну Паша-сутенер. Ну Пашка-сутенер. Ну чё, ребят? Это вообще известная личность, насколько я понял. То есть у них беседа была вот как у нас сейчас с тобой. То есть это не первый раз у них провороты такие. И он типа смотрит на меня и говорит, ну чё, этот? А он говорит, нет. Я такой, тоже нет. Я вообще, я такси как бы взял. Я ни при чём. Отвезите меня домой. Я домой хочу. Она такая, вот, типа, сзади тип. Он тоже, он к этому моменту уже спал, его разбудили. И типа, ну иди, выбирай. Он отошёл. Я думаю, блин, только бы вот сейчас наряд милиции не остановился. Потому что я реально, я в заднице окажусь после всего этого. Но нет, он что-то там выбрал. И к нам на заднее сиденье подсаживается ещё и проститутка. Ну то есть вообще беседа. Ну тут какой-то спортивный интерес был. Это же шикарно просто. Отличный вечер. То есть я никогда до этого живых проституток не видел. Я и мёртвых не видел. В смысле, вживую. Окей. Тут я, кругозор расширяется. Ну и что, она симпотная? Нет. Но не свежая, короче. Ну сказали, что свежая, не знаю. Но она, судя по всему, не очень любит свою работу. Слушай, ну ты был на рынке? На рынке, да, был. Когда тебе тоже говорят, рыба свежая, но на самом деле. А там такая селёдка, да. Мне просто интересно, в проститутошном вот этом обороте это тоже работает? Видимо, да. Может, надо в неё потыкать пальцем там. Ну дышит, значит, свежая как бы, да. Ну этому типу реально, я же говорю, там можно было животное подложить, он бы не заметил совершенно. Он был настолько в кондиции, что он не будет проверять, свежая, не свежая. Дышит, окей, хорошо. В общем, сели, я удовлетворил свой интерес. Типа, ага, вот как выглядят проститутки, окей, поехали уже скорее. А он свой удовлетворил интерес? Это мы ещё не доехали до места, собственно. А, баня же. Ну да, здесь же, в самом деле. Да почему бы и нет? Цивильные люди. В общем, мы, слава богу, Паша с утенёр уехал. Мы поехали дальше в баню. Но баня, это, конечно, там очень конспиративно всё это. Потому что, по сути, это просто двор и гараж. То есть на гараже написано баллончиком «баня». То есть для людей, которые не в курсе, это просто обычный гараж. Ладно. Нас там на входе ждёт эта самая Люба, которая, ну, приготовила всё это дело. Вот, а они пошли. Ну, я думаю, догадывайтесь, кому Виагра, собственно, досталась в тот день. Потому что там без этого вообще никак. Ну, вот лишние 500 рублей как бы заработала бабушка. Ну, и после этого мы поехали домой. И я, когда она меня подвозила уже, я говорю, ну, окей. Я в шоке, часто говоря, был немножко после этого. Я говорю, ну, что, там сколько? Она говорит, да нет, чувак, типа, зачем? Я только что, типа, заработала 2000 вот с этого грача. Ты мне, типа, вот... С этого грача. Ну, образно говоря. Что-то там такое было. Типа, говорю, вот ты, типа, согласился повозиться с этим типом. Поэтому я с тебя ничего не возьму. И дала свой номер телефона. Говорит, если надо будет баню или девочек, звони. У меня реально до сих пор есть номер. Как ее зовут? Антонина Алексеевна. То есть не баба Тони? Нет. Антонина Алексеевна. Что же... Куда же Антонина Алексеевна в своей жизни свернула не туда, что она вот в своем возрасте... Ну, по-моему, она, наоборот, очень хорошо устроилась в своем возрасте. То есть там, ну, так вот за вечер одно... Так и почему ты до сих пор безработный? Именно вот поэтому. Я устал от таких людей. Особенно, когда ты продавцом-консультантом работаешь, тебе вот притягиваются все вот такие. Причем... Все дебилы этого мира. Вот именно не такие, как Антонина Алексеевна, а вот как вот тот, который сзади ехал. Как его... Как грач. Ну да, вот именно. Что, прям бухие приходили? Да и наркоманы приходили. Все как бы. Слушай, а что наркоманам надо? Вот ты не можешь понять, что им надо. В этом-то и проблема. Они сформулировать мысли-то не могут. И один приходил, вот попросил позвонить. Ну, типа, наш городской. Мы говорим, мы не даем городской. Ну, типа, очень надо позвонить. Ну, мой коллега берет телефон, говорит, давай номер. Он говорит, нет. Он говорит, что нет? Ну, нет, дайте я сам позвоню. Нет, так не пойдет. Договори номер. Говорит, а, ну, вас предупредили, значит. Понятно, да. И ушел. Это, причем, да, это не то, что история там раз в месяц. Это чуть ли не каждый день происходит. То есть, ты думаешь, откуда? Может быть, ты не знаешь, у вас там какой-то притон, точка какая-то? Ну, это бы многое объяснило. Но, к сожалению, где бы я ни работал, везде что-ли притон. То есть, прям место притягивает вот таких вот людей. Или ты. Надеюсь, что нет. Потому что это поездка на такси, мне кажется, ну, блин, это можно снять кино. Да, ну, короткометражку как-нибудь. Шнуров бы клип снял, я уверена. Ну, потому что, ну, это так не бывает. Я сам в шоке был. То есть, ну, ко мне обычно притягиваются всякие идиоты, да, но вот что-то такое... Ребят, вы слышали, да, все это? Ну, то есть, я сам был в шоке, то есть. Да, мы тоже. Я был рад, что я, ну, никто не умер в тот день. Хотя, кто знает. Слушай, ну, ты говоришь, что переживал, что там полиция, милиция, все такое. Конечно, переживал. Я бы, наверное, сидела, господи, что же дальше-то будет? Я так и сидела. Интересно же уже, что? Я думал, чем все это закончится, но, слава богу, все вполне мирно так. А ты не думал потом, типа, за то бесплатно? Конечно, думал. Ну, как бы. Еще и столько впечатлений. Ну, и живую проститутку увидел, бесплатно проехал, продуктивный вечер. И полумертвого мужика увидел, Пашу сутенера увидел, проститутку. Ну, кстати, в глаза я бы не смотрел, я решил, если что... А, но вдруг он цыган. Я не хочу, чтобы он запомнил мое лицо, потому что мало ли. Ну, я не знаю, мне страшно было. Живой сутенер. Живой сутенер. Боже мой, это волшебно. Ты понимаешь, что ты это все нам рассказывал 20 минут? Серьезно, 20 минут? Ну, я предупреждал, это долгостоя. Ну, это прекрасная история, по-моему, самая прекрасная, какую я знаю про такси. Ну, вот, на ней можно прям точечку поставить. Вишенка на торте. Потому что лучше уже не может быть просто вот так. Лучше только, если какой-нибудь редактор придумает что-нибудь там. Ну, что ж, на этой веселой ноте опять же мы заканчиваем наш подкаст. Сегодня были невероятные просто истории от Алика. В студии была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока. Аккуратней с таксишками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аккуратней субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...